Уважаемые зрители моего канала, сегодня коротко постараюсь вам рассказать о той системе съемки изображения с прицела, которую я придумал и воплотил в жизнь пока на своих собственных образцах. Как вы знаете, я давно увлечен съемкой соревнований, так чтобы можно было одновременно снимать видео непосредственно от лица стрелка и одновременно стрелять. К сожалению, те системы, которые сейчас предлагают, это выносные системы крепления фотоаппаратов, которые заставляют фокусироваться на прицеле и дальше нужно смотреть на экран, это очень неудобно. Получается либо стрельба качественная, но без съемки, либо съемка, но без стрельбы. И то и другое осуществлять не получалось. То, что придумал я, позволяет с использованием недорогих китайских экшн-камер, с небольшой их доработкой, одновременно с обыкновенной вкладкой, удобной, стрелять и записывать видео. Ну, это следующий уровень, намного более качественный, на мой взгляд. Посмотрим, как это происходит и в чем плюс данной системы. Так, запускаем видео. Пошла съемка. Плюс данной системы в том, что она в целом универсальна. То есть мне нет необходимости в изготовлении нового крепления на каждый прицел. То есть вот есть устройство, оно записывает. Сняли мы на бушной 6.24, чего нам нужно. Дальше берем другой прицел. Сняли насадку. Ну, здесь я ее, конечно, сейчас не закрепил. Но в целом это все быстро осуществлять. Есть барашки для крепления специальные. Берем сайтрон 10.50. Переставим сюда камеру. Поставили, закрепили. Смотрим на изображение. Ну вот. Да, ребят, на 50 кратах, конечно, с рук я не могу нормально держать изображение. Но в целом видно, что снимает. Да, видно, что снимает. И вроде бы ничего так. Берем следующий прицел. Хавка 10Х. Ставим на ее точно так же. Ставим, смотрим на совмещение. Сетки правильные. Совместили, поставили. Берем. Стреляем и одновременно делаем съемку. Удобно? Мне, да. Другим стрелкам тоже может быть удобно. Даже есть у меня прицел 4.5. Известный многим Кроухантерам. Хороший прицел, маленький, удобный, компактный. Даже с него можно сделать съемку. Подходящую. Ну, примерно. Примерно вот так это будет выглядеть. Все снимает, все видно, все хорошо. Увидели. Ну, там есть и другой прицел. Ну, не суть. Я думаю, вы поняли, что достаточно удобно. Есть пока минусы, конечно, в этой бета-версии, которая заключается в том, что пока мне не удается, да даже не то, что не удается, просто не успеваю поставить инфракрасный фильтр на оптику, применяемую. Поэтому получается изображение в красных тонах, что при обработке видео достаточно легко убирается. Ну, естественно, я это устраню. Ну, и очень печально то, что основная экшн-камера, на которой я снимал, пострадала. Ее необходимо отдавать в ремонт. С ней можно было записывать ролики разрешением 1280 на 720, 120 кадров в секунду. Это очень неплохое замедление. И был виден полет пули. Ну, в общем, здорово было. Сейчас я снимаю на простую SJ4000. На ней такой опции нет, но не фиксировать изображение она позволяет. Ну, в общем, что я вам хотел рассказать, я рассказать про эту систему, потому что задают вопросы мне. Если кто-то захочет, то обращайтесь, можем пообщаться на тему того, чтобы для вас сделать такую же. Пока какую-то серию там или запускать в продажу не планирую, но если будет интерес, обсудим. А в следующем ролике я постараюсь вам рассказать о том, как я раньше снимал видео от первого лица на соревнованиях, насколько это все было сложно и насколько более трудоемким был процесс, чем есть сейчас. Спасибо за внимание. До встречи.